Приуроченный ко дню памяти преподобного Амвросия Оптинского в музее Дом иконы и живописи Рябушинского в Москве прошел второй вечер Амвросиевского цикла «Живые основы русской педагогики». В организации мероприятия принял участие православный клуб «Русский паломник», рассказывает Эльвира Гордеева. Архиерейский собор Русской Православной Церкви 1994 года принял определение о задачах церкви в области богословского образования. В нем было сказано, что оно является приоритетной общецерковной задачей, отрешение которой во много зависит пастырский облик нашей церкви. Возникла потребность серьезного осмысления образовательных проблем во всей их полноте. К 200-летию со дня рождения самого известного из оптинских старцев преподобного Амвросия обсудить актуальную тему и поделиться опытом в музее Дом иконы и живописи Рябушинского собрались педагоги и руководители православных образовательных учреждений и центров духовного воспитания из Москвы и Московской области. Ведущий вечера священник Вадим Коржевский поделился опытом работы с воспитанниками православной гимназии при Ростовском Троице-Сергиевом Варницком монастыре, что на родине преподобного Сергия Радонежского. Самое важное и первое, с чего нужно начать такую воспитательную работу, как говорит тоже преподобный Амвросий Оптинский, это сделать так, чтобы ребенок не был праздным. Потому что праздность по учению святоотеческому – это мать всех пороков. И вот одна из задач была первых – это расписать все буквально, включая даже свободное время. Воспитанники Варницкой гимназии, приглашенные на встречу, рассказали о том, как проходил процесс их воцерковления и что им дала гимназия за два года обучения. Начала смиряться, начала переживать все трудности, начала общаться. Потому что легко возлюбить весь мир, но очень сложно возлюбить, например, своего сокиленика, у которого очень много недостатков, как нам кажется. И, конечно же, человека может изменить только Христос. Год назад в городе Дмитров в Московской области был открыт Духовно-просветительский центр преображения, который за сравнительно короткий период стал чрезвычайно популярным. Заниматься каллиграфией, рисованием, музыкальными предметами, актерским мастерством, иконоведением. А особо одаренные иконописанием сюда приходят люди самого разного возраста – от 5 до 70 лет. Наш центр посещают как люди верующие, так и идущие к вере, и даже люди совершенно неверующие, которые, приходя в центр, даже приводя свои идеи, позиционируют себя атеистами. Дети приходят постепенно на те предметы, которые их интересуют, занимаются этими предметами, и в конце концов уже становятся регулярными посетителями центра. О своем видении особой роли педагогов в образовательном процессе рассказала Ольга Липман, заместитель директора Московской международной киношколы. Дети приходят, подростки, вообще не имея доверия к взрослым, оно изначально потеряно, утеряно, и они даже не предполагают, что за взрослым может стоять вообще что-то светлое. Изначально взрослый – это тиран, деспот, и тот, кто, в общем, желает зла, от него надо скрываться, спрятаться, и делать все, чтобы выросла стена. Вот наша задача, прежде всего, установить вот этот глубокий доверительный контакт, который большой такой ценой дается, конечно, педагогу.